Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина, и в этом видео я хочу вам рассказать о своих покупках, которые я совершила очень давно, еще, наверное, больше месяца. Я это видео пыталась снять уже два раза до отпуска, но у меня ничего не получалось, мне не нравился результат, поэтому, надеюсь, в этот раз выйдет все более удачно. И кому интересно, оставайтесь со мной. Хочу сразу сказать, что в основном здесь будет практически один уход, да. Вот, так что приступим. Ну, начнем. Это вот с такого геля для душа. Я знаю, многие девочки уже пробовали, но у меня вот только вот недавно дошли руки до этого средства. Мне очень понравилось, очень приятно пахнет. У меня, кстати, это малина и пион. Достойная вещь. Буду покупать снова. Тем более, в ленте я купила всего лишь за 50 рублей. Уже не знаю, идут сейчас на эти гели скидки, вот, но тогда я попала как раз на скидки, купила за 50 рублей. Я пожалела, что один купила. Вот. Следующее, что я приобрела, это вот такое вот средство. Так, у нас это черный жемчуг, идиллика, пенка для умывания. У меня есть, на самом деле, пенка от Eau Froshe, но она мне что-то как-то перестала мне нравиться. Вот. И купила взамен вот эту. Очень мне, кстати, понравилось. Такой вот действительно очень приятный аромат. Глаза не щипет, отлично смывает. Я использую совместно со спонжиком Body Shop. Лицо очень чистое и действительно очень приятно пользоваться этим средством. Стоил 100 рублей. Еще два средства. Это две смывочки для глаз и для лица. Первый – это от Lumine. Абсолютно мне не понравилось это средство. Это у нас так-так-так. В общем, содержит 100% органическое масло, семян. На самом деле, действительно, когда наносите на ватный диск, начинаете стирать. По ощущениям, это действительно как масло такое. И оно нифига не смывает. Если я начинаю более сильно вот так вот обильно вытирать глаза и пытаться смыть тушь, то начинают щипать глаза. Так что это средство мне не понравилось. Никому не советую. Не знаю. В общем, разочаровалась. Это сейчас первое мое средство уходовое от Lumine. И как-то оно мне не понравилось. Что я не могу сказать о следующем средстве. Это 100 рецептов красоты. Лосьон огуречный. Очень приятный. Напоминает какой-то освежающий тоник. В принципе, когда было жарко, я иногда проводила просто вот по лицу, как бы чистила лицо. Очень классное средство. Тем более, стоило оно всего... Ой, не знаю, там рублей 50. В общем, очень дешево. Девчонки, присмотритесь. Как-то в одном видео какая-то девочка написала, что я, по-моему, там рассказывала про чистую линию. О, чистая линия – это такое говно. Но, девчонки, каждому свое. Кто-то пользуется, не знаю, люксовыми продуктами. Мне вот устраивает 100 рецептов красоты и чистая линия. Вот. И абсолютно не парюсь и буду дальше покупать эти средства. Далее, из-за ухода я купила средства, которые давно уже все попробовали. Возможно, в других фирмах. Я искала себе масло для волос. Ходила-ходила по магазину и наткнулась вот на такой вот сьез. Во-первых, оно стоило намного дешевле, чем всякие вот эти гарниры и лореали. Вот. И подумала, ну, почему бы и нет. Стоила оно всего лишь 150 рублей в лобке радуги для поврежденных и сухих волос. Ну, и первая моя ошибка, которую я совершила, я взяла очень много масла. После того, как я помыла волосы, нанесла его, и мои волосы сразу стали как будто бы жирными, как будто я их не мыла целую неделю. Вот. Это, конечно, мой косяк. Но сейчас я понимаю, что его нужно совсем чуть-чуть наносить. Я, в основном, наношу на кончики и вот сюда вот в корни втираю. Написано «без утяжеления». Да, действительно, без утяжеления. В том случае, если вы не будете перебарщивать с этим маслом. Вот. Так что средствами я довольна. Очень приятно пахнет. Действительно, такой прям приятный-приятный аромат. Довольна. Вот. И последнее из ухода, что я купила. Кто смотрит меня давно, я окрашусь одной краской. Валатон 12.0. Она дешевая, стоит в районе 80 рублей. И она очень прям щипит глаза. Она очень воняет, очень такая ядреная. И я решила перед отпуском попробовать вот такую вот купить краску. Тоже Валатон. Это у меня, так-так-так, очень светлый блондин 9.0. Знаете, да, она не такая вонючая, как и предыдущая вот эта моя дешевая. Стоит, по-моему, 250 рублей. Но в плане цвета мне не понравилось. Я вот покрасила корни на волосы. Кстати, хватило вот этого, вот этой краски у меня на всю длину волос. Но могу сказать о том, что как-то мне не впечатлило волосы. У меня корни стали немного желтоватыми. Не знаю, так что больше покупать эту краску не буду. Хоть и она более приятна, чем моя старая. Вот, в принципе, из ухода это всё. Покажу сейчас средства с декоративки. Это вот такую вот помаду от Reflon я тоже купила. Уже многие девочки давно-давно уже купили. Я, как всегда, последняя. У меня в 0,55 оттенок. Вот такой вот оттенок. Как видите, помада вся кривая, косая и вообще вся разваливается. В общем, почему она у меня в таком состоянии? Потому что я попала в такую сильную жару где-то месяц назад в городе. И она у меня вся растаяла. И до сих пор она у меня в каком-то ужасном состоянии. К сожалению, я эту помаду могу носить только... Ой, точнее, я не могу её носить. Я её могу пользоваться только дома с помощью кисточки. Сейчас я сделаю вам сводчик. Вот такой вот оттеночек. Очень красивый. И, кстати, в видео про подарки на день рождения на мне была именно эта помадка. Кому интересно, зайдите, посмотрите. В общем, помада, в принципе, я очень довольна. Она мне не сушит губы. Но, к сожалению, я её не могу с собой взять, потому что она вся у меня вытекает. Она у меня вся растаяла. И в таком очень плохом состоянии. Очень жалко. Вот. Следующий продукт – это вот такой вот Maybelline Color Tattoo 24 часа. Всем известной тени. Простите за мой маникюр. Вот. Кстати, сейчас у меня Настёна уснула наконец-то. Например, в последнее время очень редко спит днём. Вот она уснула. Девчонки, вы можете её поздравить. Я её научила ходить в туалет на туалет. Не горшок, а именно в туалет. Для меня это просто какое-то событие. Потому что, сами понимаете, я думаю, многие мамы поймут, какого-то научить ребёнка ходить на горшок. По крайней мере, для меня это далось очень тяжело. Настёна ни в какую не хотела. Не хотела вообще только памперсы и всё. Вот. Но вот как две недели она у меня благополучно ходит в туалет. И сама этому очень сильно она радуется. В общем, что-то куда-то я зашла не в ту степь. В общем, такие вот тени. У меня, кстати, так-так-так, в 55-м оттеночке. Я им ещё не пользовалась, так как у нас очень жарко. И, в общем, пока я тенями практически не пользуюсь. Вот. Поэтому по качеству я ничего не могу сказать. Но у меня есть в 40-м оттеночке, и он мне очень нравится. Вот. Надеюсь, этот оттенок тоже мне не разочарует. Я купила тоже давно уже. Видели и конкурс я устраивала. Это вот такой вот набор от Benefit. Не знаю, мне очень понравился он. Очень милый. И действительно, продукты достойны. Вот такой вот блеск. Отлично увлажняет губы. Просто потрясающе. Вот такие вот румяшки. Кстати, они сегодня на мне нанесены. Если вам видно что-нибудь. Прям такие розовые-розовые красивые оттенок. Ну вот. Вот так вот он выглядит. Сейчас я ему на пальчики ещё сделаю. Так. Вот такой вот оттенок. Надеюсь, вам что-то видно. Вот. И последние два средства. Это хайлайтер. Всем известный. И жидкий, и румяна. И на кубки можно носить. В общем, все эти продукты я очень довольна. Действительно достойная вещь. И девочка, которая выиграла в моем конкурсе, написала, что ей тоже очень понравился наборчик. Так что у кого есть возможность, покупайте. Не знаю. Мне кажется, тем более это миниатюрки, но они надолго хватят. Вот я ими пользуюсь практически месяц. И как-то не видно, что я ими вообще пользуюсь. Вот. В принципе, девочки, это и все мои покупочки. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, комментируйте. Возможно, что-то вы можете мне посоветовать. Я всегда жду от вас советов. И, в общем, большое всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok